здравствуйте здравствуйте с вами программа в ладу с природой ну что же не день заметно пошел на убыль и посмотри что я приобрел для посева на своем участке александр михалыч ну вот у меня ощущение что вы немножко опоздали не знаю почему наверное потому что уже конец июля вот как раз нет вот такие культуры как маргелланская редька пекинская капуста или дайкон можно высаживать и вот под под осень тогда у меня вопрос когда они успеют созреть потому что у нас сезон обычно заканчивается но сентябрь максимум ну я надеюсь что в этом году сезон у нас продлится дольше что еще и октябрь во первых а во вторых это скульптуры скороспелые и культуры будем говорить длинного дня то есть при длинном дне посреди лета они выбрасывают цветочную стрелку нужного урожая ты не получишь поэтому тот же дайкон или пекинскую капусту надо сеять либо очень рано весной либо после 20 июля александр хочу тут оказывается написано 7 месяц надо же я кстати никогда этого не знала что редька и пекинская моя любимая пекинская капуста я ее обожаю и она тоже в июле то есть я могу сейчас посадить и она у меня умел печальный опыт выращивания пекинской капусты когда посеял ее в июне получил красивые желтые цветочки вместо сочных кочанов оказывается секрет был в том чтобы посадить когда эти культуры требуют определенных сроков выращивания то есть им нужен короткий день для того чтобы получить желаемый результат вот а вот сейчас он как раз все укорачивается и укорачивается поэтому есть надежда ну а наступающие холода даже небольшие заморозки которые могут быть в сентябре не дайкону не редьки не до пекинской капусте в общем-то не страшно а есть ли какие-то особенности выращивания вот вот этих культур например дайкона по моему это очень неприхотливая культура дайкон иначе называют еще японской редькой он отличается тем что не имеет вот этого редичного вкуса вот острова который многим не нравится имеет массу полезных свойств и отличается скороспелостью неприхотливостью выращивания и огромными размерами и самая главная польза это очень полезно кстати он прекрасно хранится в лёжке зимой то есть можно вырастить вот осенний урожай дайкона и сохранить его буквально до весны ну а тем кто ни разу не выращивал дайкон на своем участке адресована наша следующая страничка основная польза дайкона заключена в его составе огромный набор витаминов и минеральных веществ пектин клетчатка антиоксиданты каротин энзимы уникальность дайкона в том что овощ не способен впитывать в себя вредные вещества и соли тяжелых металлов которые содержатся в почве а потому собирая урожай можно быть уверенным в его экологической чистоте и полном отсутствии вредных компонентов он прекрасно сохраняется до весны и при этом не утрачивает свои пользы поэтому можно в течение долгого времени наслаждаться вкусовыми качествами и полезным составом овощ эффективно используется как натуральное мочегонное также слабительное вещество входящие в состав редьки соли кальция и калия надежно справляются с выведением зашлакованности и лишней жидкости из организма благодаря таким качествам дайкон входит в основу правильного и диетического питания витаминизированный состав овощи укрепляет иммунные силы организма а белковые компоненты и фитонциды способствуют очищению внутренних органов от микробов регулярное включение в меню дайкона замечательная профилактика простудных явлений овощ помогает ускорить и облегчить течение таких заболеваний как бронхит астма различные виды кашля достоинством овоща является его приятный вкус поэтому выпивая ежедневно стакан сока дайкона можно улучшить работу поджелудочной железы почек и печени а также поспособствовать выведению камней с давних времен редька используется как успокоительный продукт сок редьки выпитый перед сном способствует полноценному и здоровому сну дайкон помогает также диабетикам нормализовать уровень сахара в крови калорийность дайкона составляет всего 18 килокалорий на 100 граммов продукта поэтому его можно смело включать в качестве диетического продукта в меню людей желающих безвредно похудеть полезные качества овоща способствует профилактике таких недугов как атеросклероз повышенная норма холестерина в крови различные заболевания сердечно-сосудистой системы при помощи свежевыжатого сока можно избавиться от пигментных пятен и веснушек регулярное втирание в кожу сока редьки помогает навсегда устранить кожные воспаления и дефекты дайкон благоприятно влияет на внутреннее и внешнее строение волос и еще одна интересная особенность 200 300 граммов тертого дайкона поможет справиться с похмельем сорта дайкона отличаются большим разнообразием по форме корнеплодов от округлой до длинной по степени погруженности в почву по цвету мякоти от белой до темно-розовой обычно именно эти признаки положены в одной из классификаций многочисленных сортов дайкона который выделяет семь групп но главное что следует учитывать при выращивании этого овоща сроки посева дайкон растения длинного дня а это означает что при выращивании летом растение очень часто зацветает в ущерб образованию корнеплода существует группы сортов отличающихся скороспелостью и сроками выращивания этот фактор необходимо учитывать если вы не хотите потерпеть неудачу весенние сорта высевает обычно ранней весной или осенью летние сорта отличаются повышенной жиростойкостью и устойчивостью к цветушности но не предназначены для длительного хранения а вот сорта осенней группы высевают в конце июля начале августа к ним относят сорта типы миасиги и шагоин они отличаются особенно крупными корнеплодами и предназначены для зимнего хранения при патисеве весной эта группа сортов быстро зацветает и урожая практически не дает поэтому приобретая семена дайкона следует уточнить какой группе сортов они относятся и в какие сроки их нужно высевать к составу почвы дайкон не привередлив но лучше растет на нейтральных и рыхлых легко суглинистых или супещаных почвах хотя есть сорта хорошо растущие даже на тяжелых глинах если на выбранном вами участке почва кислая внесите нее известь хорошо выращивать дайкон после таких культур как картофель огурцы томаты свеклы и морковь а худшими предшественниками для него являются все представители крестоцветных капуста репа редис редька вот видимо не зря я веду вот такую программу в ладу с природой мои вот близкие очень стали еще ближе к природе вот например мама моя приобрела дачу и теперь она такая дачница вся а сын у меня увлекся рыбалкой просто вот каждые выходные мама на рыбалку и вот вот таких вот знаете вот этот раз он выловил вот таких окуньков радости было безумно штук 20 могу предложить более интересный вариант колеса у тебя есть да и выходной день ты можешь отвезти сына на озеро куликовская ухты куликовская по моему мы там уже с вами были конечно это то самое озеро которое арендует индивидуальный предприниматель эдик цой и он организует там любительское рыболовство и там можно поймать необычную для наших мест рыбу а именно сомика клариуса родина которого африка ну все сегодня сын услышит все три недели точно мне скажет и поехали на это озеро кстати буквально на днях я вновь побывал у эдика александровича и мы поговорили с ним о том как идут дела в его хозяйстве и о проблемах которые у него естественно есть как у индивидуальные предприниматели ну словом фрагменты нашей беседы посмотрите сейчас мы уже рассказывали нашим телезрителям об индивидуальном предпринимателе эдике цой который взял в аренду небольшой водоем под кустанаем заселил его ценными породами рыб и создал объект рыболовного туризма но развитию этого бизнеса препятствует несовершенство законодательства ставящая арендаторов природных водоемов слишком жесткие рамки к примеру зарыбляя водоем арендатор не вправе распоряжаться выращенным поголовьем совершая вылов только в соответствии с иными квотами проблема эта коснулась не только цоя достаточно сказать что лишь несколько лет назад кустанайской области было зарегистрировано 350 пользователей водоемов сегодня их осталось меньше половины не хотят люди брать водоемы потому что жесткий контроль бесконечные отчеты здесь много причин скажем если я промысловый лов беру и любительская рыбалка там 10 процентов мне только дают получается что я ежемесячно должен сдавать на четырех листах отчеты ежемесячно каждый до 5 числа каждого месяца ну это просто пачканье бумаги есть отчеты такие которые вообще дублируют друг друга смысла в них нету кадастр вот там она просто дублируется поэтому это так сказать произвол местных чиновников или это нет это вот это скорее всего это на законодательном уровне поэтому я говорю что если мы хотим развивать рыбоводцы надо дать свободу природопользователям надо дать свободу они сейчас многие учатся через интернет и многие даже знают больше чем те которые должны знать об этом а той же рыбе вот сейчас предлагаю почему я дать в руки малые средние водоемы под аренду и чтоб как собственность это была рыба должна быть собственность потому что в нашем регионе заморные заморные озера 90 процентов дело в том что во многих озерах большинстве озер если ими не занимались то там наш аборигенный карась он выродился он небольших размеров и ценности не представляет для того чтобы он стал крупнее надо с других озер вести карася чтобы поменять кровь это тоже большая работа и большие финансовые расходы но этим никто не будет заниматься если она ничего просто так не знаю кто будет заниматься вот этим у нас в основном арендаторы озер занимается лишь промышленным отловом рыбы промысловым отлом всего лишь потому что так поставлен и не только у нас вот новый проект то что был там ну процентов 80 только рассказывается о промысловом лове о браконьерстве если мы хотим развивать и рыбоводство дело в том что все начинается с рыбоводства именно воспроизводства малька подращивание малька дело в том что откуда рыба возьмется если мы только говорим о вылове рыбе но у нас разговоры и все законы настроены только на вылов рыбы надо сделать такие условия создать предпринимателям чтобы воспроизводить малька и подращивать малька было выгодно требования к нам большие мы должны охранять водоем кругу круглогодично мы должны зарыблять водоемы мы должны чистить водоем мелиоративной работы противозаморной работы все это большие финансовые расходы а в оконцовке мы не считаемся хозяевами своей рыбы в течение нескольких лет эдик александрович обращался в самые разные инстанции с предложениями по изменению существующих правил пользования малыми природными водоемами приводя веские аргументы нельзя сказать что он не был услышан не так давно в правительство был подан проект отраслевой инвестиционной программы по развитию рыбного хозяйства но по мнению эдико цоя этот документ оторван от реальной жизни и совершенно не учитывает особенности такого мощного природного ресурса как малые водоемы которых только в нашей области насчитывается более 5000 почему я хочу на наших озерах дать возможность людям выловить аборигенного карася и запустить цену породы рыбы дело в том что кормовая база должна быть или те живут или другие поэтому вот эти отменить лимиты на малых и средних озерах чтобы предприниматель сам мог регулировать какую рыбу запустить дело в том что касается лимита вылова рыбного поголовья ведь для этого надо знать каково за это самое поголовье в данном водоеме сколько какой рыбы находится с тем чтобы изучался ли ваш водоем или это все так на скидочку у нас есть наука так называемая наука есть мы приходим платим деньги хотим и вот столько то выловить нам ставят подпись и все никто не изучением не занимается это только я знаю что сколько можно выловить и если отдать частные руки водоемы то каждый как хозяин будет регулировать сколько ему рыбы выловить сколько оставить дело в том что наши долгие зимы заморность вот водоемов предполагает что максимально выловить надо и я предлагаю вообще в кустанайской области вести на малых и средних озерах сезонное подращивание на своем примере вот на своем озере я ставлю эксперименты я завозил сюда карпика годовика до осени он уже вырастал 800 900 грамм карпик годовик это уже приличная рыба и она съедобная вполне съедобная я завозил сюда толстолобика все с российских питомников толстолобика завозил у годовика до осени он до полтора килограмма вырос тоже съедобно но дело в том что наши лимиты даются за год вперед я не знаю на следующий год какую я рыбу буду завозить и вообще смысл есть завозить при так при настоящем законодательстве чем цене порода рыба тем больше я должен за нее платить за лимит я во всяком случае не знаю что на следующий год завезу если нас плотно так контролировать то в конечном итоге у нас все откажется от водоемов во всяком случае рыбовод так и не начавшись заглохнет в корню в этом году вы решили сомика клариуса которую вы выращивали так домашних условий да сейчас выпустили водоем я сейчас также ставлю эксперименты и я подтверждаю свои слова дело в том что сомик клариуса для наших водоемов в конечном итоге когда все-таки получится что малый средний водоем отдадут руки предпринимателей мы можем здесь разводе это разводить и сомика клариус выращивать дело в том что в том что она очень быстро набирает масло да вот я запускал ну 250 грамм где-то я запускал месяц нас не месяц 20 дней назад где-то может чуть больше сейчас они до 450 уже полкилограмма это должно быть через месяц ровно через месяц где-то к первому августу полкилограмма должны быть уже попадаются такие экземпляры до конца августа 800 900 а может и килограмм товарная рыба до может и килограмм дело в том что она так быстро растет единственный еще один эксперимент я поставлю на следующий год я хочу личинкой запустить дело в том что когда я из дома при своем кормлении запускаю водоем две а то три недели он может не кормить по той причине привыкание идет он находит себе корм если личинкой запустить возможно он еще быстрее будет расти потому что личинкой начинает питаться и он освоится быстрее водоеме если это получится то это будет взрыв кустанайской области именно сом клари будет постоянно на столе в каждой семье вы регулярно уже на протяжении несколько лет обращаетесь самые разные инстанции со своими предложениями по развитию рыбоводства в нашем регионе вот как например местная палата предпринимателей реагирует на ваши ну как бы на положительные всячески мне помогает но дело в том что чтобы до закону дать и это уже это самих полномочий не хватает до они могут мои обращения продвигать дальше в правительство но вот я и хотел бы народного обсуждения здесь именно обсуждается проект и проект он недоработанный проект не совсем о том что чем надо говорить сейчас нашей области от северных регионах вообще не говорится о малых средних озерах вообще не говорится там говорится о морях осетрах ну все привыкли глобальные вопросы решать видимо там денег много а вот то что понять что скажем даже освоение пяти тысяч водоемов это пять тысяч индивидуальных предпринимателей это раз они кормят свои семьи 2 они платят налоги 3 если земля и земля земля и земля и земля и с таким трудом удается какой-то кусочек выбить на себя но я же плачу налоги и эти налоги идут в казну если земля земля ничья ничего озера значит налоги не не до поступления бюджет идет но я так понимаю потом есть еще один немаловажный фактор ведь такие хорошо зарыбленные водоемы служат прекрасным объектом любительского рыболовства которые тоже вносит в общем-то свою лепту да вот желание мое именно развивать рыболовный туризм скажем еще хорошее направление чем привлечь вот именно сомиком клариуса я хочу привлечь на данном этапе сейчас у меня дома телапии производители я хочу их развести взял но первая проба осетров у меня три осетра сейчас растет буду пробовать экспериментировать с ними ну надо работать под лежачий камень и вода не течет эдик свой приглашает всех кому небезразлична судьба наших малых водоемов и их зарыбление к обсуждению этого проекта выразить свое согласие или не согласие с его точкой зрения а потому что в конце концов от благополучного исхода зависит благополучие всех нас от зависит то насколько разнообразным будет рыбный стол в каждом доме ну и в первую очередь это интересно наверное и любителям рыбной ловли то есть рыболовым спортсменам вот мы обращаемся к вам дорогие телезрители если у вас есть какие-то предложения мнения по поводу развития рыбоводства в казахстане пожалуйста отправляйте их на к нам на сайт или приносите в редакцию телекомпании алау ну а мы с удовольствием расскажем о вашем мнении если вы пожелаете обсудим его можем обсудить прямо перед телекамерой ну что ж а сегодня наша программа завершена и мы прощаемся с вами ровно на одну неделю до свидания всего вам доброго а